Добрый день, с вами Елена Алинова и это музей тактической медицины. Сегодня мне хотелось бы несколько слов сказать вам об антисептических материалах. Что с собой взять в какие-то путешествия, в поход, на пикник, в более дальние и более опасные приключения. В последнее время появились вот такие вот фломастеры фирмы Леккер. Ну, различных фирм вот такие вот фломастеры появились, где вот здесь представлен йод, перекись водорода, зеленка, другие какие-то материалы. И они дают, на мой взгляд, такое ложное ощущение, что в надежности, то есть, казалось бы, как удобно, ничего это не разольется, никуда, в сумочке нигде не протечет. И можно их в большом количестве. То есть, взял с собой такой, такой вот зеленку, йод и фломастер. Ой, зеленку, йод и перекись водорода. И все, ничего больше не нужно, правда? Но, хотелось бы, здесь в подробном инструкции об этом не указывается, не говорится, но хотелось бы об этом акцентировать ваше внимание. Что вот эти, казалось бы, что их можно куда-то положить, прям в виде патронтажа, очень удобно, очень хорошо. Нет, лучше взять другие антисептические материалы, пузыречек налил, потому что вот эти вот, они, во-первых, они быстро сохнут. Ну, я про стоимость не говорю, быстро сохнут они. Потом, если мы же по поводу раны, какой-то даже минимальной травмы, после контакта с кровью, его уже повторно нельзя использовать. В саму рану, то есть, они гигиеничны, они одноразовые, и они для одного человека. Ну, единственное, такое вот у них показание, или как, это для детей. Сейчас есть перевязочные бинты, легкопластыри с микки-маусами, бинты с какими-то там, с веселыми рожицами. И это вот, да, что там солнышко нарисовать, там что-то на руке, цветочек, звездочку, вот таким фломастерами, заодно ранку помазать. Это вот, с этой целью можно их применять. Брать в какие-то серьезные приключения, ну, это просто занимать место неудобно, невыгодно. Что из антисептических материалов? Если на большую компанию берешь, то очень много антисептиков. Целесообразно купить какую-то баклажку одного из антисептиков, литровые. Это будет намного дешевле, намного удобнее. И в какие-то, в бутылочки разливать. Вот, например, там я беру с собой удобно это косметическое какое-то средство. В виде аэрозоли можно туда наливаться, открывается, наливается. Можно использовать и наватку куда-то помочил. То есть, и в виде аэрозоли, если что-то нужно, даже те же самые руки продезинфицировать после каких-то там есть. Вот, то есть, такие антисептические средства. В поле маленькие флакончики берется. И все антисептики, давайте, разделим на две большие группы. Это водорастворимые и спиртосодержащие. Спиртосодержащие и водорастворимые. В рану спирт, спиртосодержащие в рану. Можно непосредственно салфетку в рану со спиртом? Ну, да, можно. Если эта рана только что нанесена, произошла, спирт, ну, считать, что он будет там щипать, оказывать какое-то там раздражающее, сильно сживающее действие. Нет, однократно можно даже затомпонировать рану. Такой есть даже способ остановить кровотечение, что салфетку, бинт, смоченный вот этим антисептиком, спиртом, непосредственно в рану засунуть, если нет других никаких гемостатиков. Она обладает своим таким вот прижигающим действием. Но это нужно делать однократно и постоянно делать не нужно. Спиртосодержащие используются для обработки неизмененных кожных покровов для дезинфекции и для обработки вокруг раны. В рану непосредственно можно лить водорастворимые. И это актуально, когда происходит вот смена повязки. То есть нанесли какую-то рану, ушли в поход на 3-4 дня, небольшая рана, ну, средняя рана, где-то на ноге, на руке, случайно там топором повредили. И ранка на второй, на третий день, у нее появляются признаки воспаления. Это нормальная реакция раны на внешнее воздействие. Она через воспаление таким образом заживает. И чтобы это воспаление не распространялось дальше, кроме таких вот природных материалов, что мы там можем использовать отвар, коры, дом, там что-то, ну, у нас с собой должен быть водорастворимый антисептик. Вот. Из водорастворимых мне нравится, хорошо используются они хлоргексидин вот классический и мирмистин. Мирмистин, кстати, хлоргексидин чаще связывает с болезнями половой сферы, что применяется вот только для этих целей. Нет, вот здесь вот даже на этикетке указано Венера и Марс указаны. То есть подразумевают, что это для лечения болезни половой сферы. Нет, они используются и в офтальмологии, и в стоматологии, в других процентах, там, содержаниях, и в рану, при ожоге, при ожоговой поверхности, в обработке. То есть это лекарственный препарат, который можно не боясь использовать, и они не оказывают такого всасывающего действия, резорбтивного, какого-то токсического, и безопасный для раны. Поэтому в походе с собой обязательно должен быть водорастворимый антисептик. Но перекись водорода желательно. Перекись водорода, конечно, не в таком вот чудесном фломастере, что если брать его, то во флакончике должно быть, ну, желательно так, перекись водорода. Вот, водорастворимый антисептик, и какой-то спиртосодержащий. Можно в флакончик налить. Если вы что-то переливаете, такое есть правило, обязательно нужно маркировать. И спиртосодержащий обязательно красным, желательно маркировать эльфломастером, или приклеивать там пленочку какую-то дополнительную, вот, маркировку, что если меняем мы этикетки, чтобы не произошло такое, что вы потеряли сознание, вам начинает оказывать помощь. Вы-то помните, что у вас во флакончике от перекись водорода, у вас содержится там спирт. А кто-то этого не помнит, кто-то этого не знает. Поэтому если меняется маркировка флакона, обязательно предыдущую этикетку нужно срывать, или заклеивать ее пластырем, и приклеивать то вещество, название того вещества, которое вы туда налили, вот, помимо заводской упаковки. Очень много сейчас тоже материалов стало, и удобно это бить и салфеток. Ну, вот эта вот салфетка спиртовая, инъекционные. Ну, вот эти прям малюсенькие совсем, совсем они малюсенькие. 65 на 33 звучит так воодушевляюще, но это все в миллиметрах. Поэтому это просто вот на какую-то царапинку, на порез можно также вот ее приложить и пластырем прификсировать. Совсем малюсенькие такие салфеточки. Ну, вот ферма Хакола и других есть. Вот более такие салфеточки. Давайте одно распечатаем. Вот это с нашатырным спиртом, вот у них даже маркировка то же самое. Нашатырный спирт у них красного цвета, чтобы нечаянно куда-то это не засунуть. Вот, с перекисью водорода синего цвета, с антисептически зеленого цвета. И вот здесь вот салфетчик такая, она вот как по размеру влажных салфеток. Вот для нашатырного спирта это вот достаточно. Да. То есть мы запомнили, что нужно спиртосодержащие, водорастворимый какой-то антисептик, стимулятор дыхания, перекись водорода или в маленьком флакончике, или вот удобно в виде салфеток, потому что все равно испаряется из флакончиков немножко он, или его пластырем заклеить, но тогда дольше получается открывать. Вот, или вот, ну, максимально удобно сейчас, вот именно для нашатырного спирта в виде салфеток. И должны быть еще обязательно, отдельно скажу, какие-то глазные капли. Вот, в данном случае это левмицитиновые глазные капли. Я не буду их отпечатать, они запечатаны. Тут хороший срок годности. Они не щипят при, когда их капают в глаз, в отличие от альбуцида, который, ну, считается таким хорошим препаратом, но он сам по себе растражающего действия и тем же самым детям, и, ну, и взрослым не всегда приятно вот этот щепучий такой эффект. И он оставляет после себя белый налет на ресничках, там, вокруг глаза. Он противовоспалительный препарат, когда где-то вот в каких-то условиях потерли глаз, то есть бывает конъюнктивит, и небольшие воспалительные заболевания глаз. У костра посидели подольше, искорка, там что-то отлетел, пепел, и раздражение слизистой оболочки глаз, конъюнктивит очень часто бывает, просто лишний раз не совсем чистыми руками там почесали, где-то в речку не очень чистую нырнули, и бывает вот это раздражение глаз конъюнктивит. Для быстрого его лечения антибиотики не нужно принимать в такие, в таблетках, а вот капнуть левомецетин не помешает, левомецетин для глазных капли. Вот они входят даже при ожоге глаз, для профилактики, то есть даже если мы долго смотрели на солнце, происходит повреждение конъюнктива глаза, ну, как сжигание. Любое повреждение, оно присоединяет к себе бактериальную инфекцию, то есть глаз начинает воспаляться. Чтобы не было вот этой профилактики, вот этого воспаления, применяются левомецетинные глазные капли. Этот препарат очень хороший, вот я его очень люблю, вам тоже советую с собой в поход, он небольшого размера, маленький флакончик, может пригодиться. Вот, и в том числе, например, можно его капнуть в нос, если насморк появился, там где-то немножко простыли, в ухо, можно его применять в ухо, например, при извлечении народного тела из уха, какой-то жучок заполз, как его извлекать, может, какой-то стерильной водичкой, ушко промыть, многократно туда закапать. Вот полфлакона левомецетинных капель, оттянул ушко, налил туда для извлечения живого инородного тела. Вот такой информации хотелось мне с вами поделиться по поводу антисептиков. Большое спасибо всем за внимание, буду рада новым подписчикам, вашим комментариям, лайкам, разумеется. На этом все, всего доброго, пока.